Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Рено Каптюр. На видео автомобиль в комплектации Prime с турбированным двигателем объемом 1,3 литра, с полным приводом и с вариатором. Цвет автомобиля – серый металлик с черной крышей. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые, 17-дюймовые, шинами размерностью 215 на 60. Задние тормоза – барабанные. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Антенна расположена в задней части крыши. Рейлинги отсутствуют. Боковые зеркала окрашены в черный цвет, а ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений кожаная. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Панель приборов с белой подсветкой. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары светодиодные. В решетке радиатора находится камера переднего вида. Передний парктроник не предусмотрен. Передний бампер снизу декорирован серебристым молдингом. Задние стекла с заводской тонировкой. Двери снизу декорированы хромированным молдингом. Клиренс автомобиля составляет 205 мм. Задний бампер снизу декорирован серебристым молдингом. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена слева в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Рядом с кнопкой аварийки находится кнопка управления центральным замком. На водительской двери находится кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Ниже расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Водительский стеклоподъемник с доводчиком. Слева от руля расположена регулировка корректора фар и регулировка яркости приборной панели. В кадре меняется яркость от минимального до максимального значения. Кнопка включения системы мониторинга слепых зон. Кнопка электрообогрева руля. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле управляют бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера монохромный, расположен над цифровым спидометром. Бортовой компьютер может показывать информацию о расходе топлива, пробеге и запасе хода. Слева на руле находятся кнопки управления круиз-контролем и лимитатором скорости. Индикация круиза и лимитатора скорости на панели приборов. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система Easy Ring с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. Помимо радио поддерживаются форматы USB и Bluetooth. Вход USB расположен спереди на магнитоле. Также магнитола поддерживает Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Дополнительно на дисплей мультимедийки можно вывести данные бортового компьютера и настройки автомобиля. Среди интересных фишек можно выделить настройку фонового освещения салона. Можно выбрать один из восьми цветов подсветки интерьера. В автомобиле установлена аудиосистема Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. Справа от руля находится подрулевой джойстик, с помощью которого осуществляется управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции, а также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Климат-контроль однозонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Правая шайба отвечает за регулировку интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры. Кнопки выбора направления обдува. Кнопка «А-С» отвечает за включение кондиционера. Кнопка переключения и рециркуляции воздуха. Кнопка электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка включения экономичного режима движения автомобиля. Индикация «ЭКО» на панели приборов. Кнопка отключения антипробуксовочной системы. Индикация отключения этой системы на панели приборов. Кнопка электрообогрева лобового стекла. Кнопка включения заднего парктроника. Кнопка включения системы кругового обзора. Изображение с камер выводится на центральный дисплей. Всего предусмотрено 4 камеры. Спереди, сзади и по бокам. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом с подсветкой. Освещение на потолке с обычными лампами. Рядом находится кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащён тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Крышка подлокотника регулируется по вылету. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. В ниши перед рычагом коробки передач расположена розетка на 12 вольт. Бардачок с подсветкой. Отделан пластиком. Сверху передней панели находится ниша с крышкой. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев однорежимный. С помощью данного переключателя можно выбирать режим работы полного привода. Режим «Авто», переднеприводный режим или полноприводный режим. Индикация режима отображается на дисплее бортового компьютера. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач – вариатор. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. Предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Выйдем из автомобиля и перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сидение без центрального подлокотника. В спинках передних сидений расположены карманы для вещей. Задние сидения оснащены однорежимным подогревом. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены две USB-розетки. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 387 литров. Слева в багажнике расположена подсветка. В левой нише с крышкой расположен набор инструментов. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – тканью. В правой нише с крышкой находится усилитель для акустической системы. Под полом в багажнике расположено запасное колесо. Для сложения сидений необходимо нажать на кнопку разблокировки спинки. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сидения складываются без ступеньки. При сложенных сидениях объем багажника составляет 1200 литров. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 50 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, 4-цилиндровый, объемом 1,3 литра, с отдачей 149 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Renault Captur в комплектации Prime с бензиновым мотором 1,3 Turbo с полным приводом и вариатором. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 1 621 000 рублей. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok